Так, итак, всем привет! Начинаем новую рубрику, хотел назвать это БУ, но когда я рассказываю, например, про такие легендарные автомобили, как Е34, я не могу это все назвать в БУ, то есть с Мазда тройками, альмерами и фокусами эти машины ни в коем случае нельзя поставить, поэтому назовем ее там, в этой рубрике мы будем рассказывать про легенды 90-х годов, то есть у нас Е34, Е36, 210, 124 Мерседес, 38 будет, про самые значимые и действительно легендарные автомобили, которые уже назвать нельзя БУ автомобили, рынка этих автомобилей уже в принципе нет, то есть есть оставшиеся экземпляры, которые люди покупают, но покупают, я уже думаю, просто фанаты этих автомобилей. Итак, начинаем наш рассказ, BMW Е34, пятая серия, одна из самых легендарных BMW, которая когда-либо вообще была, самая простая, в принципе, по конструкции именно с этой модели началось знакомство вообще русского народа с BMW, они одни из самых первых появились у нас в России. Данушка Шоколота не помнит, Шоколота в первый раз увидел, наверное, Е39, вот, очень долго искал стоящий экземпляр автомобиля, потому что 90% всех автомобилей на рынке это абсолютно конченые ведра, и, значит, данный автомобиль у нас, и цвет автомобиля Diamond Schwartz, и у нас такая опция Shadow Line, то есть все хромированные детали у нас просто как бы, ну, затемнены, то есть здесь хрома в принципе нет. Родная именно оптика, тонированная, заводская, то есть это автомобиль в таком, очень таком живом состоянии. Что говорить про цены на рынке, да, представим, что мы вдруг захотим купить такой автомобиль, от 120-130 тысяч, даже за 100 можно заубито, корыто, да, и 200-250 машины в хорошем состоянии. Машины в идеальном состоянии люди не продают, или продают там, как за какие-то там нереальные просто деньги. Итак, хочется рассказать про BMW правильно, непредвзято, я не являюсь фанатом BMW, я вообще-то люблю все автомобили, и поэтому давайте начнем. Каждый, мне кажется, владелец там второго, третьего фокуса или Mazda, когда начинает там разваливаться, всегда, ну, хотя бы каждый, мне кажется, человек, который более-менее разбивается в автомобилях, ну, как-нибудь планировал, хотя бы на 5 минут задумывался там, когда у него есть 300-350 тысяч, там, купить E34 в хорошем состоянии. И вот представим, что мы, например, вдруг захотели реально его купить, и на что же стоит обратить внимание? Во-первых, при покупке сразу нужно бросить варианты на дешевых хромированных колесах с имитацией каких-то антикрыльев, там, каких-то бамперов там слепленных, там, не знаю из чего. В идеале, конечно, вот выбирать такой автомобиль, не тонированный, на родных колпаках, и, в принципе, обратить внимание на кузовщину. Ну, во-первых, могу сказать, что из 100% 99 машины битые, то есть, да, даже нереально найти целый автомобиль, даже в Германии, в принципе, они там такие, в плохом состоянии. На что стоит обратить внимание? Естественно, 34-ки, они гниют, но гниют, есть обработанные, значит, места, даже вот этот автомобиль в достаточно хорошем состоянии, то есть, имеет проблемы. Ну, это нижняя кромка дверей, вот здесь вот, потом нижний порог, то есть, вот, видите, здесь начинается. Вообще, вот, снизу у нас лежит очень-очень плотный слой краски на них, да, то есть, и сток, если у вас есть, например, люк, сток снизу, да, очень лежит плотный слой краски, и, если уж вы там нашли какие-то очаги коррозии, она до конца скрывает ржавчину, то это все, это значит, у вас там все гниль полная. Далее у нас низ крышки, ну, так как здесь все еще целое, здесь просто в идеале. В принципе, нижние, задние арки тоже у нас подгнивают. Ну, здесь, видите, тоже немножко замазано, но автомобиль держится до последнего, все-таки конструкция, конструкция все-таки гениальна, гениальна. Так, в принципе, по кузову, в принципе, все понятно, хотя бы ищите ни гниль, ни стопроцентную, сделать можно. Если уж на край, можно очень много в Китае делать запчастей, там, и двери, и крылья, можно даже в Китае, в принципе, найти. Давайте приступим к самому главному, откроем капот. Что у нас под капотом? Под капотом у нас, самое главное, конечно, это рядная шестерка BMW, с этой стороны, я думаю, будет лучше видно. Один из самых, я думаю, идеальных моторов для Е34, безваносный, 2,5 литра, этого товарища нужно любить и уважать, и всегда за ним следить. Что нужно делать, что нужно сделать, вот прям вот, неважно, какой пробег, не слушать хозяина, когда вы купили, во-первых, либо бачок поменять, вот он здесь, целиком, либо пробку с этой стороны будет. Она перестает просто стравливать давление, у нас образуется повышенное давление в системе, это заканчивается либо взрывом бачка в охлаждающей жидкости, либо вот проблемой, дальнейшим перегревом. Во-вторых, муфту, вискомуфту у нас, вентилятора тоже можно ее, в принципе, поменять, ну, для надежности. Так, она стоит 2000 рублей, ну, пробка 200 рублей, это минимум, минимум, что нужно сделать. Далее, залить, только заливать фирменный антифриз сюда, да, в принципе, он недорогой особо, да, но лучше заливать фирменный. Что еще? Фильтр масла обязательно нужно поменять, в принципе, это стоит все копейки. Что у нас плохо для BMW? Так как BMW рядный мотор, объясняю почему. Изначально вообще компания BMW всегда стремится каждый свой автомобиль сделать, ну, стремятся к развесовке 50 на 50. И даже если вы обратите внимание, чашки максимально у нас по колесам идут, да, вот здесь. Далее, мотор тоже смещен ближе к салону. Вот мы видим, и вот за счет этого, то есть они прям стремятся весь вес автомобиля перевести ближе, то есть к центру основные силовые элементы. И поэтому у нас получается вот такая комбинация из близких и близких колес к бамперу и длинного капота. И задница у нас немножко, немножко у нас короткая, это всегда. Ну, это у нас за счет этого достигается идеальная, конечно, управляемость. Рядный мотор, длинная башка, склонно перегрева. Чтобы не было перегрева, я уже, в принципе, сказал, что можно сделать. И следить всегда за температурой. Радиатор у нас не часто у нас засирается, конечно, но иногда... Просто всегда смотрите, вот эти соты, они всегда должны быть, как бы, чем не загрязнены. В принципе, на крае его можно на мойке просто керхером иногда с или с этой, или с другой доступной стороны просто его чистить. Но обязательно радиатор должен быть, в принципе, в таком нормальном чистом состоянии. Что у нас еще устанавливалось? Здесь устанавливаются не очень удачные четырехцилиндровые моторы. Их не стоит брать, они, в общем-то, едят как V6. Ой, как, господи, что я сказал. Как рядные шестерки и особо не едут, да. То есть, в таких... Далее у нас устанавливались здесь ваносы. Ну, ваносы с ними... Ваносы это такая альтернатива. Ну, это как в ТЭК на Хонде или в ВТА. Система, которая от вращения коленвала регулирует перекрытие распредвалов. То есть, у нас как бы вот и улучшается динамика. Но система достаточно сложная. Сложная и в идеале, конечно, найти безваносный мотор, то есть М50. Потом, значит, у нас V8 стояли. Но все-таки самый распространенный и самый идеальный вариант. Два с половиной, 192 лошади, безваноса, четыре клапана на цилиндр, механическая коробка передач. Динамика, расход примерно в идеальном соотношении у него, да. Так, дальше, значит, по мотору мы поняли. Передняя подвеска, значит, у нас тоже достаточно простая. Два рычага, соленблоки, ну, по 500 рублей в оригинале стоят. В принципе, не особо сложно, значит, да. То есть, здесь каких-то проблем с ней не должно возникать. Но всегда вы не ставите оригинал. Если, например, вы чувствуете, что у вас какая-то валкость, или как лучше поставить, мне кажется, все-таки на дюйм побольше. И резину, за резиной стоит тоже следить, чтобы она была всегда в хорошем состоянии. Сзади у нас подвар рычага, соленблоки там тоже дешевые, в принципе, рублей по 200. То есть, там тоже по 300. Там дорогого, нереального чего-то. Так, далее, значит, по коробке. Коробки, в принципе, механические и автоматические. Есть очень много, можно их назвать неубиваемыми. Ну, просто с редуктора раз в 50 тысяч нужно менять масло оригинальное. И в коробке, и в редукторе, чтобы не было проблем. Ну, там кулиса может разбалтываться, я вам потом покажу. Так, в принципе, здесь ничего такого сложного нет. Так, про тормоза. Здесь у нас не видно из-за колпаков. Дисковые тормоза спереди и сзади. Хорошие, не оригиналы. Можно ставить колодки 1200 рублей. Сзади у нас 800 колодки, да. То есть, сложного ничего нет. Так, давайте закроем капот. Попробуем на ней прокатиться. То есть, мы так давим. И все. Нет? Нет. Так. Первая передача. Начинаем движение. Ну, в салоне, знаете, вот сидите как в спорткаре, на самом деле. Смотря на то, что это полноценный седан на 5 человек. Как в спорткаре мы сидим. Но все очень удобно. У нас все элементы к нам повернуты. Доступные все, в принципе, в расстоянии одной ладони. И климат-контроль, и печка. Здесь у нас такой штатный подлокотник сейчас мы его... Как его... О, да. Как удобно, смотри. Прям рука ложится. То есть, его можно настроить в отдельное? Это я вам покажу. Попозже. На второй передаче у нас очень тяговитый мотор. Тянет очень хорошо. Но ощущения, конечно, такие двоякие. Вроде мы так сидим низковато. И автомобиль у нас как-то провоцирует нас каким-то безумством. Хотя, очень мне интересен, конечно, автомобиль. Оригинальный М-руль стоит. По обхвату может соперничать. Наверное, это сам, наверное, лучший руль. Потому что все любители тазов и рулей, там, китайских изот и все остальное могут... Динамика очень плавная. У мотора очень ровный абсолютный характер. То есть, рядная шестерка, она тянет везде абсолютно. И очень быстро крутится. Есть небольшая юграция на педали сцепления. Ну, это, наверное, потом будет посмотреть. Ну, поразительная шумоизоляция для автомобилей, в принципе, ну, сколько? Ну, 1200 стоит, да? На рублей. У меня один друг недавно сказал, может забить на эту Альмеру Спектр, поехать купить Е36 Бутова, да, там, или Е34. Ну, каждый все-таки раздумал. Вторая передача. Отличная тяга, да, то есть, шикарно просто тянет. Вообще, моторы, рядная шестерка, очень удачные. Их ставили там даже на X5. Но очень приятно. Поразительная тяга. Ну, как-то он не провоцирует на активное, значит, на активное действие. Как смыть, как езжает, да? Она как карта проходит в поворота. Тяжелая машина, но подвеска так отрабатывает, что мы каждую, каждую чувствуем... Вот это вдох, конечно. Да. Здесь немножко проблема с слабоухой, вы если не чувствуете, но это все уберется, мне кажется. Мы чувствуем каждую кочку, каждую неровность, она проглатывает. Машину идеально просто держит прямое. Нам не дает вот по полной программе пройти вот эту поворот. Шикарное вот это побывание на верхах. Как она держит, да, шикарно. Просто. 120. Поразительная тяга. Поразительная тяга. Нет, мне очень нравится. 140 км в час, автомобиль идеально держит прямое. Если бы не завихрение на лобовом стекле, этого бы просто не было. Мы просто ехали в тишине. Я давно так, вот, когда садишься в BMW, даже любой водитель, ты ощущаешь настолько удобная посадка здесь, что ты ощущаешь всеми точками своего тела, каждый габарит, буквально все просматривается. Ты чувствуешь, где передние колеса, где задние колеса. Ты можешь управлять рулем абсолютно из любого положения. Рука так ложится. А с одной вот... Одним словом, ну вот машина для водителя, не обязательно для хорошего. Для хорошего, конечно, водителя, да? Но просто для водителя. Она даже неопытному какому-то такому драйверу доставляет удовольствие. Если драйвер неопытный, она сделает так, чтобы вот тебе было понятно хотя бы это управление. И оно... Это не экстремальный автомобиль. Оно просто делает ваше передвижение наиболее эффективным. И даже неопытный водитель здесь сядет, и он получит просто море удовольствия от ощущения контроля над автомобилем. Понимаете? Вот ощущение какого-то сбалансированного вождения. Ты сливаешься буквально. И вот именно в то время создать автомобиль такой нужно было не просто там какой-то там создать малолетражку, а в ответ японцам, которые там пытались захватить рынок. Четвертая передача. Машина едет с 60 к этому часу и ускоряется поразительно. Пятая передача. За счет того, что двигатель очень моментный, то есть он тянет в любых оборотах. Можно себе позволить не ставить короткую коробку, как ставят японцы там на Севики или еще что-то. Там на верховые моторы. Здесь стоит длинная достаточно трансмиссия. Автомобиль вытягивает с любых оборотов. То есть не автомобиль, а двигатель вытягивает с любых оборотов. Расход, если говорить про спокойную еду по трассе, вот если ему так умекать, 100-120, примерно, ну, он может быть литров 9-10 может быть. Да, все зависит от того, как, насколько утоплена педаль газа, да. А вообще по горну, ну, 12-13. Если у вас исправность из системы, то есть свечки поменены, все правильно, фильтровки, все будет нормально. Давайте попробуем динамику этот автомобиль. Не особо на силу автомобиль, просто ускоримся, да. То есть спокойно. Вот, подхват пошел к 7. 4,5 тысяч. Додавливает мотор, шикарно. 100 уже давно было, 5 тысяч. И вот этот звук такой, знаете, он дерзкий очень. Разгоняет. Ну, какая же она драйверская, а? И смотрите, на этой скорости мы пытаемся въехать в ворот. Задний привод, идеальная размесовка. Минимальные крены, минимальные, под газом сейчас вхожу. Вот, кстати, под газом вошел. Минимальные крены продолжает набирать. На самом деле этот автомобиль был сотен в ответ на 124-й Mercedes. Они настолько оба были хороши, что 124-й абсолютно другой автомобиль. Это были те времена, когда BMW была дерзкая и агрессивная. Mercedes был такой плавный и очень высокомерный. Что-то вот в этом было. И они были по-одинаковому хороши. А сейчас все не так. Сейчас все борются за идеальные автомобили, и они уже растворились. Нет уже того характера. В это время был характер в BMW, в Mercedes был свой. Сейчас все селись там Audi и Lexus их там нагоняет уже. А вот это просто феноменальная управляемость, конечно. Это что-то. Это не оценивительно. Вторая проблема. Это не вторая, это, возможно, будет у тебя муфта, сама рычага. Ну, смотри. Как так? Какая машина, блядь, блядь. Я просто кайфую. Ну, вот я реально, ну, просто. Мне даже в 39-е не такого удовольствия нет. Вот здесь как-то ты... Блин, в 30-е... Как поворотник. В 39-е она как-то все-таки... Дурники вместо поворачивания, кто-то классика, блин. Тут поворачиваем, да? Да. В 39-м... Вот она как-то... Ну, тоже все шикарно. Но в 34-й ты как-то вот... В 34-й. В 34-й, ну, естественно, конечно, вот эти у нас проблемы с приезжанием по реплике. Кстати, автомобиль абсолютно на родной подвеске. Здесь стоят уже... Как назвать правильно? Амортизаторы более жесткой настройки по ВИНу, да? Да. И, кстати, М-руль и ручка МКПП, она тоже помина. То есть машина практически в идеале. О-о-о! Вы смотрите, а! Это что-то! Кожаные сидения оригинальные. Покатались. Давайте теперь посмотрим салон, значит. Салон. Повторяюсь, оригинальный М-руль. Кожа немножко, конечно, уже теряет у нас всю прелесть. Да. Ну, и можно перешить. В принципе, здесь строчка есть. Все делается, но очень удобный, конечно. Очень удобный руль. Для идеальных там перемещений, рук по нему. Так, значит, по салону. У нас все, в принципе, несмотря... Я еще раз повторяюсь, салон. Весь повернут к водителю и все под рукой абсолютно. Так, электрорегулировка зеркал здесь у нас находится. Воздуховоды сбоку. Да, как бы у нас, потому что огибает так панель. Стеклоподъемники как на десятках. Или там в двенадцатых, да. То есть, находятся здесь. И работает? Ну, здесь все работает. Качество салона, конечно, шикарное. То есть, это вот тот самый пластик. Мягкий, почти кожаный такой, да. Очень хорошего качества. Прошло сколько... Какого года машина, кстати? Девяностый год автомобиля. Ничего не скрипит. И как все подогнано. Посмотрите. Мягкая ручка даже целиком. Да. Хочется сказать, умели делать автомобили. Так они, конечно, и сейчас их умеют делать. Так, у нас Сугур. Значит, в центре у нас... Здесь мы включаем и включаем фары. Здесь регулируем якость панели. Классическая приборная панель у нас. Здесь у нас основная информация. Значит, спидометр, тахометр, уровень топливного... О, уровень системы охлаждения и топливный бак. Шикарно. Расходомер у нас чуть пониже. Информация бортового компьютера. Сбоку у нас туманки, воздуховоды. Здесь большой воздуховод. Тут еще... Да, ну, естественно, это для лобового стекла. Здесь все понятно. Управление климатом. Здесь у нас установлен кондиционер. Бортовой компьютер. Здесь у нас информация по температуре с бортом. Пробег суточный, расход. Все, в принципе, здесь есть. Ну, не так современно, естественно, как на современных автомобилях. Ручка КПП у нас. Первая, пятиступенчатая, значит, механика. Все понятно. Немножко развод на кулисы. Задняя. Рычаг. Тут, в принципе, зарядник для телефона, что ли. Это для родной? Здесь телефон, наверное. Родной. А, это родной. Вот этот родной телефон прям. Охренеть. То есть, он вставляется сюда, да? Да. В 90-м году, я помню, кирпич у нас основной был телефона. Здесь он уже такой более-менее компактный. Да, даже не было. Так, здесь у нас такая небольшая палачка. Так, люк у нас нажимаем на кнопку. Вот у нас. Открыть полностью, то назад. Все работает. Все открывается. Так, попробую здесь сам за собой, но я думаю, что это... Нет, не помещаюсь. Места маловато сзади, конечно, здесь места мало, да. Но везде кожа у нас, сиденья кожаные, подлокотник, такой достаточно большой. Места над головой хватает. Но места маловато, конечно, в данном автомобиле для задних пассажиров. Только, ну, люди ростом где-то метр в 80, нормально себя будут чувствовать. Воздуховода здесь отдельная есть, кстати. Для задних пассажиров. И для... А, да, и снизу для ног. Все понятно здесь. Багажник. Объем вы сейчас увидите на экране. Все, в принципе, держится. Он не глубокий, но длинный. То есть, туда уходит. И здесь у нас коврик. Заполнительный. С запаской. Полноразмерный. Закрываем. Итак, вывод. Это BMW. Берите и получайте удовольствие. Но с умом к ней подходите. Автомобиль меня просто поразил. Следующий у нас будет E36. Все. До свидания. До встречи. Вот это что-то, блин, не Альмира. Это... Она едет, понимаешь? Она... Она реально управляется. Это не убитый автомобиль. Про... С рулем, конечно. Рули... Она...